Быстрое, качественное и безопасное очищение – вот главная задача любого современного средства бытовой химии. К сожалению, количество тех, кто страдает аллергией на эти средства, из года в год растет. С поверхностью плохо помытой посуды за год наш организм поступает почти пол-литра моющего средства. А вот как правильно подобрать и какое лучше всего подходит средство вам, поможет вам рубрика «Безопасная среда». В любом стиральном порошке, моющем или чистящем средстве мы обнаружим поверхностно-активные вещества. Так называемые ПАФ. Именно они помогают растворить любой жир и удалить загрязнение. Дело в том, что эти активные вещества разрушают связи между белками и липидами. По мнению врачей, сегодня многие болезни вызваны именно использованием химических средств для мытья посуды. Тем более ежедневно и в больших количествах. Среди проблем, которые могут быть вызваны данными средствами, на первом месте находится аллергия. Вторая не менее опасная проблема – попадание частиц химических веществ на слизистые оболочки, что может стать причиной ожога, особо опасного для глаз. Такие компоненты, как фосфаты, то есть канцерогенные вещества, которые содержатся в мыломоющих средствах, проникают в наш организм через кожу. Они вызывают раковые заболевания. Не всем известно негативное влияние хлора на организм человека. Хлор может вызвать анемию, злокачественные новообразования и даже мутации. При выборе моющих средств стоит обратить внимание на следующие. Перед покупкой обязательно прочитайте этикетку. Выберите средства с безопасным составом. Значит, на этикетке не должно быть всех вышеперечисленных компонентов. При использовании моющих и чистящих средств обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками. Не покупайте средства с ярко выраженным запахом. Пользы никакой, а вред ощутимый. Чаще всего к критериям выбора средств для мытья посуды относят хорошее пенообразование, гипоаллергенность, прочность упаковки, деликатное воздействие на кожу рук и приятный запах. Если для вас важно мыть посуду качественно и безопасно, хорошо прополаскивайте посуду проточной водой и протирайте ее полотенцем. А лучше всего вспомнить о том, что еще каких-нибудь 15-20 лет назад мы спокойно обходились без всех этих моющих средств. И наши дома были в порядке, а посуда сияла чистотой. Выбирая средства для мытья посуды, стоит помнить о том, что чистота должна быть залогом здоровья, а не угрозой ему. Это была рубрика «Безопасная среда». Берегите свое здоровье!